На часах 20.30 время КЭП. Мы продолжаем держать вас в курсе событий, а вы оставайтесь дома. ЧП в республике действует до 15 мая. Коронавирус продолжает забирать жизни. Сегодня еще один летальный исход от COVID-19. В Тираспольском инфекционном госпитале умер 50-летний мужчина. Помимо коронавируса у него были сопутствующие заболевания. Это 21-я жертва опасной инфекции в нашей стране. Всего на этот час в Приднестровье зарегистрировано 428 случаев коронавируса. 371 пациент проходит лечение в инфекционных госпиталях по всей республике. Новые случаи заражения есть, но в среднем уже меньше, говорят специалисты. Оперативный штаб приступил к разработке плана по выходу из ЧП. Все постепенно. Расслабляться рано. Вот уже две недели в Приднестровье наблюдают стабильность в числе подтвержденных случаев коронавируса. Антирекорды в середину апреля отступили. Один из пиков, 46 случаев в день, больше не повторялся. Ситуация постепенно нормализуется, говорят специалисты. В среднем в день фиксируют 13-15 новых случаев. Президент поручил внимательно отслеживать динамику заболеваемости. Мы должны, конечно, наблюдать эпидемию ситуацию в Приднестровье, количество выявленных случаев. Кроме того, мы должны оценивать не только количество выявленных случаев, но и количество вызовов скорой медицинской помощи. В принципе, по этим показателям мы можем думать о перспективе. Там неделя, две, три вперед. Поэтому внимательно отслеживайте и будем принимать соответствующие решения. Расслабляться рано, говорят специалисты. Впереди майские праздники. Да и сейчас у многих продолжаются выходные. Следует четко выполнять все ограничительные меры. Только если число новых случаев не увеличится, Приднестровье начнет постепенный выход из режима ЧП. План представили на оперштабе. Мы запланировали четыре этапа. Возможно, эти этапы будут разделены еще на подэтапы. Все будет зависеть от той эпидемиологической ситуации, которая у нас будет. Мы планируем на первом этапе снять ограничительные меры в отношении тех торговых объектов, которые осуществляют продажу непродовольственных товаров. Ну, конечно, это будет касаться только тех объектов, которые отдельно расположены. Не в торговых центрах, не на рынках. А объекты, которые смогут обеспечить карантинные меры при посещении этих магазинов. Естественно, мы будем предъявлять те требования по дезинфекции, те требования по карантинному содержанию этих объектов. На первом этапе планируют открыть автомастерские и станции технического осмотра. Дальше, если все будет нормально, торговые комплексы, ателье и мастерские по пошиву и ремонту обуви. Это второй этап. После снимут ограничения со сферы услуг, например, салонов красоты и фитнес-центров. До августа месяца, при благоприятной обстановке, до августа месяца мы не планируем разрешения проведения каких-то массовых мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий, связанных большим скоплением людей, фестивалей, кинотеатров, ну и так далее. Общественный транспорт пойдет в самом-самом конце. В самом конце общественный транспорт. Это то место, где, к сожалению, наши граждане максимально могут получить порцию вирусной инфекции. Президент поддержал план по ослаблению карантина. При этом отметил, даже после снятия ограничений придется строго соблюдать меры безопасности. Так что маски снимать рано, дезинфекция социальной дистанции актуальны. Только так мы сможем победить вирус и вернуться к привычной жизни.